Итак, дорогие друзья, осталось пару шагов, чтобы у нас была полноценная среда разработки для Python Django. Мы с вами делали уроки по Django серверу, почему нам надо запустить этот сервер, который мы делали, просто у меня сейчас он на другом экране, я запустил уже, либо какой-то свой сервер, который есть, у которого есть определенный IP адрес. Значит, вот смотрите, на своем сервере мы когда делали, мы с вами вводили там IP ADDR, да, и связывали там даже для того, чтобы открыть localhost, и видим наши адреса. Да, мы, по-моему, связывали 192, 168, 56.2 внизу, если смотреть, либо вы какое-то свое. Вот отсюда берется именно IP сервера. Все, я свернул, нам это больше не надо. Так, кое-что я тут себе дописал. Значит, нам надо установить два расширения, хотя, в принципе, кому-то будет достаточно одного. Я думаю, что это урок несложный. Значит, берем наши расширения, нам надо первое расширение, СФТП, 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 вот оно первое здесь сюда выскакивает, СФТП, СФТП. Оно у меня уже стоит. Здесь можно делать абсолютно все, но давайте вот что сделаем. Найти его несложно. И сразу еще скажу один момент. Когда мы видим расширение, нам не обязательно искать. Мы можем просто нажать копии, также установить другим способом. Это дополнительно, да. То есть мы нажимаем Ctrl-P, да, и у нас появляется строка. И сюда вводим просто вот эту команду и устанавливаем. У меня оно уже установлено, я не буду вводить. Нажимаем Enter. Сразу после установки этого расширения у вас появится в Visual Studio значок. Вот такой, да, СФТП. Сейчас мы его откроем, но пока давайте посмотрим, что здесь у нас есть. По сути дела, первое, что вас должно интересовать, это как создать конфиг-файл. Все работает в формате JSON. Грубо говоря, мы с вами вводим обычную команду Ctrl-Shift-P и вводим большими СФТП и конфиг, да. По сути дела у вас создается... Делайте это. СФТП конфиг. Ctrl-Shift-P. Вот он такой, да. И он у вас, если нажать файлы, все открытые файлы у вас будут вверху, да, по умолчанию. По умолчанию. Давайте я с вами введу, я не нашел его, сейчас он у меня не открыт. И вот у меня открылся. У вас создастся файл. Конфиг, да. СФТП. Джейсон. Значит, что мы сюда вводим? Мы видим name, это имя сервера. Пусть это будет пока любой сервер, вы назовете как хотите. Далее наш IP, только что рассматривали. Далее протокол сФТП, можно вводить и в ФТП. Далее порт. Порт 22 или тот, который установлен у вас на сервере. Имя пользователя, желаемую директорию и загрузка и сохранение, там, почитаете, да. Для этого надо просто немножко почитать больше, но мне хватает возможностей. И вообще, очень классные вещи, вот, чуть потом доделаю, это ignore. То есть, то, что можно игнорировать файлы и не загружать. Все. Как только настроили, при этом нажимаем наш сервер. И давайте просто, когда мы на него нажали, у нас выскочило. И нам надо ввести пароль. Мы ввели, вот, пожалуйста, мы, я уже на сервере. Вот, Django 2.localhost, это я создавал папку. И теперь, по сути дела, у нас появляется отличная возможность и редактирования. Давайте возьмем файл админ. Просто нам надо edit in local, да. И вот мы уже можем писать комментарии прямо там, да. Здесь это что-то у нас срабатывает. Это можно не обращать, это, я так понимаю, в пайлинт. Это можно не обращать. Почему? Потому что он пытается запустить этот файл. А, нет. Ну, сюда. Ладно, это не важно сейчас. Мы сейчас с Django не разбираемся. Итак, эту возможность увидели. Так, что еще. Еще интересная возможность, что мы сразу можем открыть командную строку, нажав правой кнопкой Open SSH in Terminal. И сразу он открывается. Нам просто надо ввести пароль. Это тоже очень удобно. То есть, по сути дела, мы получаем и FTP, и SSH сразу. То есть, кому-то SSH хватит, потому что мы здесь можем ввести, проверить SUDMS наш, да, редактор. И вот, пожалуйста, мы имеем уже, работаем по протоколу SSH, если мы хотим там в редакторе. И дальше все команды, которые можно выполнять на сервере, мы можем уже работать по SSH. Это очень круто и очень классно. Значит, что еще. Сейчас протестим еще что. Давайте опять откроем сервер. И посмотрим. Вот это я папку просто загрузил. Delete. Вот сообщение, что удалить. Иногда надо обновить. Вот. Сейчас проверим еще. Вот. Уже нету правильной директории, потому что она удалена. Тут я еще немножко не разобрался, как обновить. Все, обновилось. Теперь. Вот удалим сейчас папку help. Сейчас посмотрим. Нету, да? Детали уже удалена. А, удалилась. Все, теперь обновление сработало. Теперь давайте откроем и загрузим мне какую-нибудь папку. Вот сейчас ее там не было. Здесь есть, появляется в меню, плавает фолдер. Давайте опять перейдем. Вот то, что удобно, что есть, сразу можно смотреть. И посмотрели, да? Вот на сервере уже эта папка и есть. То есть, все отработало корректно, круто. Просто еще посмотрели, чтобы процессы все были видны. Ага, вот оно. Показывает, да? Какие файлы загружены. В общем-то, есть и другие. Можете посмотреть, да? Но мне вот это понравилось. Если у кого-то какое-то другое понравилось, то, конечно, расскажите. Хотя я попробовал несколько разных. Но это меня впечатлило, что я сразу могу посмотреть результат. И, в принципе, здесь есть чушь то и, как я сказал, командная строка. Это очень круто. Не командная, а SSH. То есть, все два в одном. По сути дела, второе решение, конечно, о нем расскажу. Но, возможно, оно вам уже и не надо будет, потому что SSH уже работает. Пока все.